прошу прощения ребят фпс-ку поменял спасибо за подсказку это было важно голосуем кстати говоря за лучшую игру года 15 по starcraft я уже скидывал вам ссылочку мне очень нравится рок против хира как он разбомбил бейлингами хира очень жестко очень жестко но там много интересных игр кто-то может не видел смотрите здесь же у нас эхо карта сейчас я влада рей нет фактически на вход все осталось там нету для ласт хиру там есть стоит только то что есть ну что эмси адепт ой какой ранее робот эмси сейчас чуть-чуть ребятки вот так вот чуть потише сделал я что-то прям меня звук перебивает реально да на именно на этой карте рок-хира бейнами укатал есть прокси пилон от эмси цвета какие-то прямо давно из игры я не стремил реально как-то вот привык к рестримам gsl там хрен пойми какой вид из игры даже и не понятно что происходит рипер здесь врывается начинает харасить потери в данный момент три пробки убита одна разведыватель на 2 здесь рипер зашатал вот здесь вот он зашел естественно счет 0-0 о чем ты говоришь счет 0-0 так да это уже следующая игра alive выиграл уже хьяна 2-0 и бьется сейчас с эмси вот этот прот с иероглифами это эмси босс тос он же все мы стримим из игры все круто турнир этот race war здесь сетки нету она будет потом видимо сетка сначала по очкам сначала игроки отыграют прот с тиранами зергами каждый игрок по 2-3 но не со всеми правда игроками там они будут играть с разными я не знаю какому принципу они выбираются видимо кто кто с кем может потом лучшие по статсу по счету своему карт побед попадут в плей-офф из худшей команды два игрока выйдет из двух команд которые лучше будут по 3 крыш система есть там в описании читайте ну что гиты добавляются 3 на мэн и 3 на 2 6 гитов пожалуйста получите распишитесь адептики на мэн полетают пару мариков забирать грейдов на адептов нету сейчас и блинка тоже нет есть либератор зато у тирана и как-то не дает не дает и лайфмси ворваться к нему на мэн маленький стимпак заказан лаба готова второй либератор строит здесь циклончик с туреткой ждет врыва здесь масс марики ждут здесь турецка ворона от илаева четко действует редко на поле перекрывать но отсюда разве что может призма прилететь но и смарики успеют фокуснуть то печально будет здесь циклон с туреткой все закрывать здесь понятно бункер вроде как им си не ворваться вижу пусты там все сейчас вижу так призма где она вообще вот она летает mc идет вперед это иммортал пуш самый натуральный сейчас двумя имморталами плюс адепты но куда есть ведь либератор так здесь маленький приходит видит прекрасный пилон сейчас а а либератор один полетел видимо протту харасить потери так 9 пробок эти где-то там пробки гибли к тирану залетало протту точнее что провтыкал по ходу дела вот либератор летит а либератор прилетал да вот он погиб и убил 6 пробок здесь скан минус абсервер идет вперед mc либератор пытается фокуснуть его нужно вычинивать пытается вычинить либератор стреляет все-таки вычинивал вычинивал но не до вычинил упал либератор мариков ногу но здесь адептов и морков и меньше премиум на ваш канал 10 ксм от минус mc прессует в лоб пожалуйста очень тяжелое лайву приходится в этом замесе либератор возвращает душ раскладывал бы где-нибудь здесь хотя здесь все пилонами перекрыто похоже что 10 пользуемся сейчас может быть очень скоро хотя у два либератора еще прилетает и 3 там есть нужно фокусить где-то и так либератора атакует атакует неплохо марики на стимпаке био на стимпаке пытается отбиться не так то просто получается либератор заново перераскладываются нужно всю всю зону перекрывать здесь 2 базы мт находит место где можно про атаковать короче какая печальная для лайва очень ситуация ну 2 либератора увел не знаю не не имея разведки было бы здесь два либератора отбился лайву точно пишу он первого то вычинивал там долго танков нет ничего здесь нет заходит mc под либераторов сейчас легко принимает бой слишком много юнитов минус а лайв 1 0 пользуемся нужно ждать следующей игры будет сейчас с этим мне кажется как-то темновато настройки маленько нужно прибавить все таки хотя чуточку так вот тут прям сматриваться приходится так профиль алекса мне не нужен захожу в игру мс кстати сам даже фпшку стримит обратите внимание а Продолжение следует... Так, ребятки, MC 1.0, карта Сумеречные башни, вот первая карта вообще новая более-менее. Телевизор говорит, естественно, что MC выиграл, ведь у него 137-й левел и иконка крутая. Какая? А у Элайва 133-й всего иконка фуфло. Сто процентов. Ну и все так и поняли. Даже играть не надо было, начинать на самом деле. На уровень смотришь просто это, ты понимаешь, что бич ты или не бич вообще. Наши КСМ атакованы. КСМ, ой, пробка минус, прошу прощения, Reaper убил. КСМок минус не было. Реактор на бараке, второй барак ставится у Лайва. ЦСШК строится. Судя по всему, я был неправ. И сегодняшние матчи с классиком, которые были на GSL, сервер с записями был недоступен, поэтому они пока не выложены, эти записи. Ну, кто днем смотрел, тут видел. А вот сейчас мы классика смотрим из игры на другом турнире нашем от кип-бета. Классик развалил, и Лайва просто в Г полная сегодня днем. Ну и пока что и МС ведет 1-0. Не в такое, правда, он развалил. Ну, практически, так просто и Mortal Push пришел, и глоб убил. Фактически, да, чем-то даже похоже. Если дать Лайву, мне кажется, макро выйти, то он может что-то здесь получше сделать. Так, бункер готов, марики и Риза садятся, вовремя поднимаются депушки, естественно, МС не вырывается. Пользователь Кузьмин, подчеркивание, СПБ, активировал премиум на ваш канал. Так, Кузьмин, СПБ, спасибо. Так, приходит МС, зачем-то ставит сюда пилон прямо под бункер. Пилон, естественно, уничтожают из бункера юнит, и он отменяет пилон сразу же. Простите, я не туда поставил счет. Вот, вот как правильно он должен стоять. Ну что, пилончик здесь минеральной линии? Всем спасибо за премиум и за поддержку любую. Где-то у нас что-то ходит. Адепт минуснул кого-то, по-моему, да? Риперка минуснули. Где минуснули? Кто минуснул? Вот, адепт этот минуснул. Риперка. Ну что, либератор строится? В этот раз третьих ранних ЦЦшек не делает и лайф. Марики, либератор полетит. Ну, на этой карте имеет смысл либератор в ходе игры. Кстати, МС вообще мейн сейчас. Ооо! А, ну вот почему пилонов не стоит. Почему Фениксы есть? Смысла нет лететь либератором. Я не заметил Старгейт. Здесь еще и Оракул летает. Вполне себе такой целехонький, живой. Три КСНки минус. Здесь будет врыв на вторую базу? Нет, врыва не будет. Под минку сейчас рабочих там и лайф уводит, конечно. А что либератор? Отменил либератора, что ли? Да, и лайф даже решил, что либератора строить не будет. Отменяет его ЦЦшку третью заказывает сейчас. Хорошая реакция. На происходящее, я бы сказал. Туреточка добавляется на мэнни. Марик еще встает тупик. Так, один там заблудился. МС хищный МС, а? Все подрежет везде. Убивает Марика. Ну, а Оракула купается, летает, дэмэдж наносит. Фениксы все больше и больше. 79-61 по лимиту. Что-то похоже у Элайва и здесь. Вот подобное и с классиком происходило. Сейчас просто адептов 40 придет и будет тяжко, по-моему. Так, один-один. Из плюсов для Элайва это вот эти вот две инженерки. Грейды один-один. У МС даже вообще. А зачем? Ну, не знаю. МС по принципу сливки, что ли? Ну, сливка-то не делал грейды, потому что тирана имба как-то. Ему смысла не было. А МС, походу, не делает, потому что сам имба. Типа ему смысла не надо. Ну, так. Естественно, я, конечно, шучу. Но МС пока нету юнитов особо. Ну, третий Нексус вовсю добывается. Какая же поздняя СЦ-шку у Элайва. По экономике отстал очень сильно. Стимпак скоро будет готов. До счетов еще вообще очень долго. Фениксы врываются. Не, не врываются. Туретка не готова, но скоро будет готова. Туреточка. Через 4 секунды зря МС не полетел туда. Там ни туретки не было, все лишь одна минка была. Она обстреляла, она никого бы не убила. И Фениксов там наубивали просто немедленно. Так, в Мариков врываются Фениксы. Здесь Стимпак-то есть же, Стим уже. Что ж ты так долго выходишь-то, Элайв? Неужели он не видит, что Стимпак есть у самого? Полный провал. Выход кривой. А больше Либераторов становится все больше и больше. Ну, часть их нужно разложить, а частью с Фениксами драться. Так, Стимпак, Марики Стимпак под Либераторов Фениксы попадают. Хорошо, хорошо. Вот это уже кривой врыв от МС был. Еще один квад, и Феникс прилетает. Еще один Феникс минус улетает. Что в итоге есть? Есть масс-гейты, масс-адепты варпятся. МС даже не пытается ни чарж делать, ничего не пытается такого сделать. Да и Лайва просто здесь минки строить, ему обороняться. Здесь бункеры, да, Либераторы, другого варианта я здесь и не вижу. Плюс 2 гейта, 3 пилона, 19 адептов уже. Грейты варпы, скорость атаки адептам. Все, больше не надо пока МС. Ну, 2 фаржи пошли, архивы темп ларов. Гейтов сколько у нас? 8 есть, 10 будет в перспективе. Призма делается. Нужно обнести мейн как туретками. Элаев завтыкал с арморе очень сильно, поэтому 2-2 сразу не закажет. Но все равно 2-2 раньше, чем 1-1 просовская закажет в итоге. Так, здесь малики ходят. Вот Тирану сейчас на такой стадии против Фениксов особенности. Ему ничего дропать не надо, никуда идти. Ему делай грейды, делай гасты, либераторы. Все, грейд на воздух делает там атаку либераторам. Ему лезть никуда не надо. Ну да, там будет шторм, но будешь контролить, как и раньше, гасты против штормовиков. Все. 2-2 заказано у Элайва, у МС 1-1. Да, все так примерно Элайв и делает, но гастов побольше нужно добавлять, единственное. Плюс бараки, еще 2 штучки слабыми. Бараков 8 штук сейчас станет. Да, хорошее количество, либераторов тоже немало. Так, что-то группа мариков такая вот назойливая, 11 штук, ходит и ходит. Призма вперед полетела. Так, обсервы... Нет, это минка. Призму он обнаружить не получилось. С зилками, кстати, летит Призма. Не с адептами даже, удивительно. Шторм скоро будет готов. Здесь уже 2 первых гаста у Элайва. Туреток вот побольше. Вот на такой стадии тиран сидит. Ну, не все же под ноль тратится минералы. Но построй ты туреток по периметру. Здесь туретку, тут здесь туретку, я не знаю. Здесь пару туреток, вот здесь отнеси. Здесь, чтобы не пролететь было как бы. Тем более, даже не надо здесь. Вот здесь периметр обстроить, здесь периметр обстроить. Вот просто полукругом, чтобы на вторую не прорваться. Здесь особо многое не надо. Фюр-фюр. Привет опять. И снова я тебя рад видеть. Всем привет, ребят. Кто недавно подошел. Элайв бьется против Эмси. Так, чуть посмотрим от Элайва. У меня тут что-то все рушится. Ну, что у нас? Призма погибла с четырьмя Зелками. Куда она врывалась-то? Я пропустил все. Куда-то она врывалась. Фениксы летают по центру. Здесь из Комариков плюс Минка. Эмси выдвигает вперед. Что есть у Эмси? 19 АДФ. Мне, кстати, не стал он как Классик строить. Вот Классик шарит. Классик просто два Феникса, по-моему. Минус сейчас было, да. Скан пошел. Классик не строил просто Делков. Он не затягивал, не давал 200 лимита оппоненту. Он построил 40 адептов, пришел и убил. На радаре-то я видел, а кто его убил-то? А, Либератор, наверное, с Либераторов-то много. Ну, что, 2-2 доделываются. 3-3 Лаева сразу нужно заказывать. Тупить здесь нечего. Газ есть. Гастов все больше и больше становится. Зря Апсерверов не сбивает. Ну, он не видит просто Апса этого. Так, газ начинает добываться. У Эмси Рейндж колоссом пошел. Сколько роботиксов? Три сейчас будет. Ну, в принципе, колоссы, да, для перестраховки. Почему бы и нет? Эмси в Супер Лейт пытается играть. Мне кажется, вот Супер Лейт. Ой, Фениксы сейчас могут тройной дроп спалить. Два скана пошли. Случайно Эмси обнаруживает этот дроп и лайф дропается сразу же. Реакцию демонстрирует мгновенную практически. Нужно уходить отсюда. Феникс это минусует. Идет выход. Ну, вот зачем дроп этот нахрен? Полетал бы Либераторами, лучше бы поконтролил бы. Посмотрел бы, может быть, Феникс его в стеке бы нашел бы. Грейды тем более на Либератор. Делать 3-3 и лайф заказывать. Так, попытка Феникса минусует. Адепты льдут. Все, хищники, хищники. Бедный дроп один. А от Протца тут все бежит вперед. Ну, просто отдача 30 лимита. Говорит, ветеран, нахрен на 30 лимита. Пойду-ка я отдам его. Ну, зато Гастов больше сможет добавить. И Либератора больше еще добавляет. Давай. Два колосса от МС вижу строятся. Так, ЦЦ-шка четвертая. Плюс два барака. Здесь вроде все перекрыто. Либераторов с перебором бы не настроить бы, конечно. Хотя, в принципе, что? Они воздух сдуют, они по земле разложатся очень хорошо. Вырыв идет со стороны адептов. Ну, конечно, МС сюда не будет телепортироваться. Смысла нет. Гасты и МП сразу кидают на адептов. Гасты минусуют почти по УХП адепту. Поэтому очень важно в битве против вот такого микса Протца иметь Гастов. Кстати, адепт легкий вообще. Кто у него по броне-то? Так, телепорт от адептов. Планетарку. Ошибка. Я не знаю, что Элайк тут ждет. Просто халявные адепты пришли. Нужно разваливать. Нет, адепт навряд ли легкую броню имеет. Хотя, может, и легкую. Ведь у него не тяжелая. Ему на тяжелую хотят поменять. Ну, кстати, их снайпер-шотами Гасты могут убивать. Они же живые, получается, адепты. Либераторы летают здесь. Пытаются что-то сделать. Один минус. Второй. Тут на пятую базу. Ну, тут и рабочих-то нет. Одна пробка всего. Эмси законтроливал. Остальных не повел. Эмси четко отыгрывает. Видно, сейчас тренется. Хороший ЭМП, психи-штормовички минус. Хороший выход от Элайва идет. Но эту базу нужно минусовать. С хай-граунда, возможно, он хочет это сделать. Сейчас мы сами все поймем. Колоссу ЭМС есть. Пси-штормовиков много. Еще одно ЭМП. Ой-ой-ой, Элайв что-то начинает разваливать, по-моему. Очень жестко. Причем, дотянул сейчас. Дотянул, дотянул ЭМС. До такого момента, как просто дичь вообще. Ну, здесь Микс тоже сильный. Колоссов миллиард. Передру. Пять медиваков летит на мейн. Пока ЭМС где-то сзади ходит. ЭМС ничего не остается, как в размен сейчас идти. Ну, кстати, у Тирана для размена ничего нет. У него весь лимит. Вот, здесь вот у ЭМС находится. Не ошибка ли это, кстати говоря? Так, здесь пешмельки заходят. Все без энергии. А, нет, есть энергия у парочки. Но остальные-то без. Разваливает все Элайв. Здесь либератор. Либераторов нужно на мейн вернуть. Здесь био разберется. А вот эти юниты нахрен здесь не нужны. Нужно вот лететь, отбивать. А, здесь есть еще либераторов некоторое количество. Которых нечем сбить у ЭМС. Он заходит. Архон минус. По полям имморфла стреляют. Либераторы. Минус имморфл в итоге. Как-то мимо тут ЭМС ходит. У него мало юнитов в итоге остается. Либераторы на мейн от Элайва приходят. Перекрывают просто все своим демеджем сейчас. Зелки бегают как в тире просто. Но мишени они. Ну, а здесь ЭМС пытается найти. Это, скорее всего, 1-1-1. Уходит Элайв на хайграунд. Это либераторы строятся. Колоски же заходят. Био, конечно, прессуется. Ну, здесь и био есть. Сейчас два либератора плюсом выйдет. Которых сбить нечем, как я уже говорил. Блин, ну все лезет на колосок. Четыре либератора выходят. Даже не надо раскрывать демедж. Ну, хотя, если колосы так в куче стоят... Ой, как по ним сейчас начинают либераторы стрелять жестко. Теперь складывать их нужно и убивать демеджем просто. Мейн падает у ЭМС 130 на 110 по лимиту. ЭМС пытается снизу отстроиться. Да, так и есть. Либераторы колоссов забирают демеджем. У них две атаки. Уже, в принципе, демедж неплохой проходит. Мариками сейчас эморфу добьет. Гасты вернулись. Гасты помогли отбить все. Ну, а мейн упал 78 на 133. Ждем следующую игру, фактически. Так можно сказать. Дробщик вниз. Минус мазеркор. Зелки под либераторами ходят. ГГ от ЭМС 1-1. Неплохо, неплохо. Третью игру ждем. Третью игру. Продолжение следует... 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 Игра начинается понемножку. 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПУЛ ГОТОВ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 третья хата. 29-35 рабочих. Больше у Пробса пока. Так, Нидус пошел. Нидус Атхьяна, это интересно. С двух баз королевы три штуки строятся, инъекции делаются. Ну что же, Нидус может сильно сейчас закатить. Почему? Пусть что МС, он ничем не пушит, он два Астергейта свич делает, причем без третьего нет, что самое интересное. Ну, посмотрим, посмотрим. Опасный в любом случае Нидус будет. Боевого лимита в два раза зарга больше. Нидус пошел. МС видит. Да, МС видит Нидус, кстати. А сам идет на третью базу. Очень поздно отреагировал. Довар в четырех сталкеров идет, но сейчас Нидус будет готов и выбить его не получится, на самом деле, МС на готовности. Вот Королева выходит. Уверчаж запилен. Тут пилон нужно уходить. Пилончик всего один. Два Оракула строит МС. Не две грелки, а именно два Оракула сейчас. Но верчаж нужно еще ставить на пилон. На нижний ставят МС и верчаж. Хорошо обороняется, только свой гейт не надо атаковать. Королевы зажаты. Да, варп еще пошел. Я бы сказал, даже великолепно МС прямо обороняется. Еще Оракулы выйдут, помогут. У Королевы с энергией они стреляют, стреляют. Еще некоторое количество трансьюзов есть. Линги все новые и новые врываются. Может быть, на нижний Нидус сместить акцент. Уже сейчас атаки своей стоило бы Кьяну. Он, наверное, так и будет сейчас делать. Одна Королева минус. Один Оракул минус. Линги выходит на вторую базу, на два направления сейчас прессует. Ян МС не через минилвок, как ущербную рабочих. Он уводит. Потерял всех рабочих на второй базе. Рабочих в итоге меньше. Ну и хоть даже если МС здесь отобьется, в итоге экономика печальная очень становится. Еще и на второй базе шатает Хьян. Очень эффективно второй Нидус проявил себя. Так, еще буст пошел. Новый Нидус на мейн. Нексус падает на второй базе. Судя по всему, 1-0 в пользу Хьянчика. А ведь он совсем не фаворит здесь в этой игре. Линги садятся в старый Нидус, выходят в новом. Оракул прилетает, начинает Нидус убивать. Есть здесь оверчаж на пилоне. Нидус сейчас упадет скоро. В итоге это фактически отдача лингов получается. Есть. Довар пойдут. 16-28 парабам. Для МС есть шанс сейчас как-либо у НОВЦС выйти с одной базы и попытаться пробрить оппонента, живущего на трех базах. Между прочим, здесь есть леер, но нету даже Роуч Ворона, Гидродена и что-то такого. Ну что, спускается МС, конечно же он вперед пойдет, ему ничего не остается здесь делать. Мазеркор один тут дома есть. Так, на Нексус кидает еще инфекцию у нас оверсир. Неприятно совсем. Идет все вперед. Оракул один висит в атаке. Лимита МС больше намного. Посмотрите, 47-20, два с половиной раза боевого больше. И я не понимаю пока идею Хьяна, как он собирается отбиваться от МС врыва этого. Овер минус. А он вообще в размен, по-моему, идти собрался. Ну это интересно, конечно, в размен идти, но надо хату там заказать, на рампе-то обороняться, я не знаю, что ли. Так, минус попер. Сесть минус, королевные дроны будут уходить. Королев зачем-то отдал. Зачем? Ян решил отбиться, это ошибка с его стороны. МС разваливается. Все. Королевы отдали из долингов. Идиотизм просто со стороны Хьяна какой-то сейчас происходит. Да беги ты, убивай здесь уже все. Хотя там у Верча же пару есть. Короче говоря, как бы Зерк не грамотно разводил, точнее, как бы Зерк грамотно не разводил. Протса вот здесь вот с минусами, а это было действительно грамотно. Он не выдержал контратаки, об этом он совсем не подумал, что здесь лимита слишком много. МС приходит и в ответке просто разваливает своего оппонента в хлам. Без доварпа даже. Вот довар сзади где-то идет. ГГ, Янчик пишет. Ничего такая первая игра получилась у них. Ждем вторую. Что и говори. МС был фаворитом и пробрил по-фаворитски прямо. Ну, в данной ситуации хоть как бы не успел бы Роучей наделать, Ян. Но вопрос совершенно в другом. Тут нужно было в размен идти. visualization. Да. Mean. Продолжение следует... Нет, плетки бы тоже не помогли, потому что экономика была очень слабая у Хьяна. В данной ситуации размен... Я думаю, что помогло бы что Хьяну? Но это очень тяжело такое решение принять. Помогло бы... Вот у него Нидус уже в атаке был. Нужно было всех королев засадить в Нидус, лингов засадить, выбить мейн оппоненту и просто 300 минералов скопить и хату там запилить и на рампе просто убить потом МС, попытаться. Но это тоже на самом деле авантюра. Но мне кажется, это единственный шанс вообще был для него. Либо же уводить все вообще, все королевы на мейн, вот туда вот, на хайграунд, на рампу. И действительно там одну-две плетки ставить с трансвюзами, пытаться трансвюзить и лингов приводить. И Хьян вообще подрался супер ущербно. Он королев сначала отдал, а потом лингов всех отдал с рабочими. Здесь подновременно хотя бы дел, может, что-то получилось, я не знаю. Первый пул, пул газ от Хьяна и Хата. Вторая до готовности пула. Интересное такое решение. Элегантное прямо. Кибернаточка пошла. Ну что, пилончиком подблочил тут лингов МС. Двумя лингами хрен пробьешь. Быстро на самом деле. Строится зилок. Пилон надо отменить будет, зилок достроится и развалит этого линга. Зачем сотку терять? Решил сотку потерять почему-то МС. Чтоб уж точно все спокойно было. Пробкой можно уехать хотя бы попытаться. Муфлингом делается. Может быть Хьяна сгрызалить и соберется сделать? Пробка уехала. Мазеркор строится. Нужен пилон здесь на второй базе. Тем более сейчас этот погибнет и соплайблок на носу. Так, иллюзии адептов поперли. Две штучки вперед. Ян, кстати, лингов не строит. Это ошибка. Сейчас два адепта могут навалять вообще неплохо. Правда, иллюзии чуть не посылает у нас дальше МС. Вот заходят. Иллюзиями можно, кстати, на мейн прорваться сейчас. Здесь всего лишь одна королева у нас из Юника. Минус дрон. Отходит МС назад. С хайграунда, что ли, дронов собирается? Что он делает? А, решил, типа, сейчас еще уйду. Да надо было дронов подрезать, стараться. А сейчас адепты навряд ли смогут уйти. Но хотя четыре линга не смогут убить двух адептов. Я не понимаю, что Хьян где как по отдельности линги на адептов выходит. Адептов убить можно как эффективно? Сразу окружить всех просто и все. Адепт телепортнулся. Может быть, даже успеет окружить. Да, сбивает Хьяна окружить до пилонов у верчажа. Бедняга адепт прямо на пороге своей базы. Погиб сейчас. Бедняжка, бедняга, бедняжка. Так, здесь с М3 есть. Минус четыре лингов. Гейты можно больше не бустить. 41-46, пур обмама, то есть ситуация. АПМ какой? АПМ одинаковый, посмотрите. Ну что, это М7 и ФП. Сейчас, что надо сделать. Разработка завершена. Чувствие странное стало. Градусник поставлю. Все, мне никак что-то до конца не поправится. Как хроническое какое-то началось заболевание. Так, больше ничего не погибало. Затишье некое тут происходит. Строит ровущий лингов у нас Хьян. МС строит два Старгита. Возможно, реводжеры линга пуш будут сейчас. Крипту мы ровущим близко подошли. То есть пуш будет быстро, если получится врываться туда. Ну, МС может Грилок заказать. Сейчас может, не знаю, Оракулов заказать. Хотя, не, вру, ребят. 12 дронов еще. Это оборонительные юниты со стороны Хьяна. Вижу Эволюшн один. Сейчас будет еще Грейт. Видимо, какой-то запилен. Тут третий Нексус добывается. Лимиты очень близки. Боевого даже больше. МС сейчас строится Феникс из двух Старгитов. Это стандарт. Вайлайт пошел. Феникс и Адепты поначалу. Потом уже добавление, если необходимо, каких-то там юнитов будет, наверное. Ну что, Королевы две уже минуснула у нас с МС. Четырьмя Фениксами, между прочим. Идеально вообще. Четырьмя Фениксами четыре Королевы. Это вообще какая-то дичь на самом деле. Вот еще одна минус. Там Овер чудом спасти. Ян в итоге вообще без Королев, по-моему, остался. Вижу 15 Гидролистов заказанных. 116-122 по лимиту. Мув роучем делается. Люркерденов ничего такого вообще нет. Фениксы летают. Надо как-то их отобрать. Фениксы летают. Ну что, Гидра бегает туда-сюда. Королев Ян восстановил. Вижу Люркерден. Пошел. МС дома сидит. У МС сверхпоздние грейды. У него вообще нули сейчас. Здесь вот форжа одна. Фотонок вообще нет нигде. А не мешало бы. Ну, здесь хотя бы не знаю, чтобы от врывов чем-то обороняться. Чарльж скоро будет. Дестабилизаторы строятся. Все стандартно. Гидра Фениксов гоняет. Рейндж Гидри есть? Рейндж Гидри есть и мув. Хайв пошел. Ну, вроде как Ян живет. Вроде как лимита больше. Но тут сейчас дестабилизаторы может быть очень опасный выход. Второй робот. Тем более добавляется. Архивы темпларов. Архонов бы МС не помешало. Хотя парочку добавить. Что он и делает, кстати говоря. Архоны, Зилки. Ну, такой же микс-то жидковатый. Если МС не законтролит круто, он может развалиться. Если круто контролить, микс интересный. Если контролить не очень, можно развалиться вообще в хлам. Гидророучи реводжеры вперед идут. Выстрел от МС мимо. Молоко. Хорошо, что крип. Без крипа не уйдешь от дестабилизатора. Выстрелы вот так вот. Халявно. Гидророучи реводжеры вперед идут. Ну что, нужно врываться наверх. Что и делает сейчас Хьян. Как-то криво, правда, он это делает, я вам скажу. Так, дестабилизатор стреляет. Не очень-то попадает. Сверху разбирает Хьян там юнитов МС. Здесь Феникс решает Зилки плюс Архоны. МС идет вниз. По лимиту МС что-то резко больше становится. Да и здесь тоже он отбивается с доварпом. Как-то Хьян расплетел. Все неграмотно получается. Казалось, здесь должны юниты убивать. В итоге ни там, ни там не убили. И в лоб отдался, и сверху отдался. По лимиту что-то как-то проседает. 16 гидралов я вижу в продакшене сейчас. Вторая атака будет. Может быть с двумя атаками что-то выйдет. Но я думаю, что дестабилизатор с этим не согласен. Потому что им пофиг. Две там атаки. Или даже три. Так, ручку с подземным умом. 20 гидралов. Сейчас только что строилось. Гидралицкий выходит. Нужно аккуратнее быть. Можно с дронами. И нужно сейчас биться с дронами. Так, дестабилизаторы стреляют. Попадают, конечно, не все выстрелы. Но этого достаточно для МС. Он просто пробревает в клаам своего оппонента. 2-0 в пользу МС. Скорее всего сейчас будет что-то. Но МС был здесь фаворит. В принципе, все верно. Я здесь не решился я что-то вам прогнозировать. Я думал, что Ян тоже может выиграть. Но сам не стал там пилить какие-то ставки. Даже пусть и фантиками. Нафиг. Потому что здесь реально для меня было не очень понятно, кто и что. Ну что, на Америку. Как через меню менять, я не помню, что-то, если честно. Поэтому так по старинке запилюсь. Ну что, далее у нас там будет. Далее у нас Ян против Пака, по-моему. Неумерен сейчас. Посмотрю еще раз. А нет, Мейджер против Яна. Понял все. А потом Хьян против Пака, потом Мейджер против Пака. Три-бот-три у нас еще остается. Половину сегодня посмотрели. Половина впереди. Через меню убрали. Печально, что через меню убрали, конечно. Продолжение следует. Так, все, отлично. Я по друзьям добавился. Буду сам прыгать. Помните, что на кип-бете ставочки есть. Кому интересно, запиливайте. Хьян против Мейджера. Ну, не знаю. Что-то я не верю, что Мейджер здесь может затащить просто. Поэтому нахьяна запиливаю. Фантики свои все. Да и против Пака то же самое. Ну, посмотрим, что будет у нас. Ждем игроков. Ждем начало. Все, на ликвипедии. Сеточка, кстати, появилась. Тут понятнее становится, что и как. Добавлю сейчас на СК-2ТВ. Ну что ж, жду игру. Сейчас на секунду буквально отойду. Вернусь, ребят. Продолжение следует... 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 По-моему, именно та, которую ты скидишь Так, прилетел рипер, прохарасил мейджор Тут немножечко хьянчика У лимит, естественно, остаётся Цэшка, вторая морфица Здесь старпорт, факта На факте лаба, реактор на бараке Марики строятся Ухьяна что? Ухьяна пока что только мух делается Ну, соточка есть, если он лейр, например, сейчас захочет заказать Но он пока не хочет никаких лейров заказывать Очень карта старенькая такая Но в этом и суть этого турнира Что, во-первых, здесь система необычная Что здесь нету сетки в начале Здесь просто группы И игроки будут друг другом играть Потом лучшие выйдут из групп просто-напросто Вот Также Также Карты здесь необычные Старенькие ноги Хорошо, тут хьян рипера Ой, простите, мейджор рипера законтролил Спас Собирается подпрессовать Тут танка немножечко Нужно забирать танк Нужно дропать его Вот сейчас Нужно дропать Рипер есть Плюс ручи есть Нужно аккуратненько Минус один малик Несколько ручи здесь буквального со стороны хьянчика Нужно подхарасить Залк пошел Можно, можно здесь танком подхарасить еще Немножечко пытается хьян Можно, точнее, мейджор пытается Как можно ближе танк дропнуть Вот криптумор Отменяется криптумор Правильное решение Залетает на мейн Пытается здесь мейн прохарасить Пошел врыв от хьяна Роучи линги Сейчас идут вперед Бункера нету Танк один всего лишь Он летает где-то сейчас Ё-моё, мейджор не видит Что к нему пуши Вот сейчас он только роучи запалил Ну а чем отбиваться-то? Здесь танк сейчас будет Если будут реведжеры Будет накидан фаербол А, танк решил вообще погулять Ну, мейджор дает Провального более раскладывания танка Так близко я не припомню Врываются роучи линги Нужно танк на хай граунд Уводить, что ж так долго-то Марики хорошо встречают Второй танк прилетает Но на самом деле мейджор отбивается Прям, если не идеально То даже очень хорошо Это учитывая то, что он так нервозно Это сделал Сейчас Ну, потом сообразил, что и как Мариков оказалось много Через узкий проход Очень долго юниты заходили Реведжеров не было у хьяна То есть юниты были не рейнджовые Они дэмэджи мало наносили Фаерболов не было Ну и хьян переходит Соответственно в экономику Сразу После врыва Но 45-52 Ситуация-то по рабочим близко 22 марика у мейджора И между прочим Стимпак сейчас будет готов Ну сервер Сервер американский Вот в чем проблема Хьян-то Хьян-то на корейцев В пуском сервере играет А Америка это сервер мейджора И получается и есть Весь прирост идет вперед Лимита мейджора больше На стимпаке врываются Так, Фаерболов Уворачивается Щиты не готовы Но скоро плюс один Атака будет готова зато И щиты тоже скоро будут готовы Нужно танки прикрывать Марики спускаются вниз На лоу-граунд Нужно танки увозить Один увозится Фаерболы не попадают Танков три штуки Очень похоже на 1-0 В пользу мейджора Падают реведжеры Падает все в итоге Танки прирост сбривают Но здесь марики без танков В игре хьян пишет Красавчик мейджор Просто красавчик И ничего и не скажешь Очень четко отыграл он А на кипбете коэффициентик Я не знаю где В других местах Если коэффициентик У нас 1.92 на мейджора А, он что-то упал Кто-то на мейджора Зарядил по ходу дела Может быть он был и прав Не знаю Я не успел Жду хост Буду врываться В следующую игру сейчас Ну тут сервер Может подрешать На самом деле Это очевидный момент Смотрите продолжение в следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну что, ребят? Чё за хрень-то? Блин, я не туда интерфейс поставил. Прошу прощения. Это чёртовы всё сервера виноваты. Придётся с таким интерфейсом посмотреть. Поставил на реплей интерфейс. Ну что, Хьян Мейджер ведёт 1.0. Здесь у нас пул газ. Точнее, даже может быть газ пул. Хотя нет, пул газ всё-таки, потому что на половине пула начал газ добываться. Значит, сотка точно не успеет добыться. ЦЦшечка у Мейджера пошла через рипера опенинг. На этой карте лингами можно подгрызать, пытаться. Будет ли, конечно, это делать Хьян или нет, посмотрим. Хьян Мейджер Так. А чё случилось-то? Куда-то звук пропал. Я и думаю, чё-то здесь нету. Только музыка играет, а звука нет. Рипер так под музычку элегантно. Лингов минусует. Двух штучек уже минуснул. Мув почти готов. В третьей хаты, естественно, у Зерга нет. ЦЦшка, вторая морфица. Начинаю пищу добываться. Один Марик всего лишь здесь у Мейджера. Нужно уводить этого Марика. Нужно кайтить. Лингов, видимо. Так, а лингов-то четыре штуки пришло. Рипером нужно возвращаться. Мариком вообще не кайтит. Не смог законтролить. Депошки нужно поднять. Что Мейджер сделал. Молодец. КСМ-ку вот эту нужно спасти, увести, естественно, одну. Линги куда-то уйти пытаются. Но риперок, он хищник, еще тот не даст уйти. Здесь КСМ-ку можно подпилить. Нужно атаковать. Так, мув лингу готов. Три линга здесь бегают. Сейчас уходят. Гиллиончики заказаны. Две штучки уже есть. Десять либер накрыл линга вроде как. Ну что, гранаточка кидается. Линки взорвались очень жестко. Ну что, передробчик геликов на Мэн сейчас пойдет. Но Хьян готов. Здесь Раучи. Здесь много всего вообще. Нужно все забирать, улетать. Что и делает Мейджер в итоге. Но это плохо, конечно, что Харас вообще не вкатил. Но правда по рабочим. Ситуация 36-44. В принципе, нормальная вполне для тирана. Пытается Медиваком залететь хоть где-то что-то, но убивать Мейджер. Это потеря Медивака. Почему я так считаю? Потому что здесь спорка. Просто провал в начале. Если в предыдущей игре Мейджер все нормально сделал. В этой игре полный провал в начале. Десять лимита минус. Четыре гиллиона убили рабочих. А, в этом интерфейсе нету потерь именно юнитов. Сколько-то рабочих, короче, они убили. Не убили, ничего практически. Два Эволюши, Мухрующи, Мухрующи, Реводжи, насколько я здесь понимаю, будут. Залетает сейчас Либератор. Мейн будет Харасить. Можно вот с этой стороны, кстати, чуть жестко Мейн Харасить. Раскладывается. Дронов что-то не уводит Хиан. А что он дронов не уводит? Ну, пока пришли Реводжеры, дронов наминусовал тут Мейджер. Может, сюда было бы улететь? Нет, так как есть Реводжеры, нет смысла туда улетать. Либератор все-таки минус в итоге. Но знал бы, конечно, здесь спорка стоит. Улетел бы лучше сюда, наверное, Мейджер. 65-90 по лимиту. Я вижу Реводжеры двигаются вперед. И Леонов вообще Мейдер не контролит. Зачем он их строил тогда? Я не знаю. Танк один есть, один бункер. 1-1 ГРД заказан. Сверх поздний стимпак вообще. Даже до сих пор не запилен. Что за фигня-то? Или он есть уже? А, он уже есть. Я прошу прощения. Не, я косячу. Стимпак, наоборот, ранее получается. Он уже есть. Так, минус дрончик. По личинке еще один зал был. Ну, личинка живет. Ctrl-R. А, рабочих. Да, есть здесь 5 рабочих. Я на рабочих Мейджеру вообще не уничтожал. 5 сам потерял, получается. Ну, не так уж много. Либератор залетает опять на третью. Опять Ян что-то не контролит ни хрена. Вот только сейчас реагировал. Так, нужно убираться отсюда. Сейчас убирает Либератора Мейджер. Под королевами аккуратнее нужно летать. Смог улететь. Молодец. С порками что-то там прям Ян обнесся. 106-133 по лимиту. Мейджер третью ЦЦшечку начал добывать. Здесь масс ровущих реваджеров идет. Лимит, кстати, у тирана хороший для такой ситуации. 1-1 грейды будут готовы сейчас. Армори завтыкал тайминг. 2-2 сразу заказать не сможет. Бараков количество наращивает. Щиты тоже будут готовы. Одни марики у Мейджера. Это проблема, конечно. Ой, какой саплай блок. У Мейджера на 125 гигантский саплай блок. Да кинь ты депошку у тебя продакшена нету. Ё-моё. Не кидает депошку. Это фейл. Ждать две депошки почти с момента их заказа на такой стадии это смерти подобно, на самом деле. Нужно всегда кидать экстрасаплайс. Такая тема. Больше лимит просто будет отстроено. Так, здесь либераторы что-то оверов гоняют. Оверов мув доделался. Нужно увезти либератора из-под спорки. Не увел мейджер. Минус либератор. Центрит. Тут королеву, правда, Фьян отдает. Криптумор отдает. Здесь еще одна королева бежит вперед. Криптумор ставит. Все, крип спал. Здесь больше не будет. Криптумор. Зачем-то Марик киданул своего здесь. На Ксилнаге. 146. 157 по лимиту. Не просто Роучи Реваджер. Роучи Реваджер и Микос. У нас у Фьяна. Мейджер отстраивается пока. Нужно мародеров больше добавлять. Иначе Микос вот это очень сильно будет убивать. Но, если быть очень внимательным и видеть карту, то можно, конечно, танки дропаться вовремя. И тогда Микос так сильно решать не будет. Один танк мейджер забыл. Забирает его. Делает грейд наземный на танки как раз таки. 2-2 заказ. На Бараков работает 5 штук сейчас. Вторая факта добавляется. Выход идет в 4 базе. В ней Вижена Зерга это делается сейчас. Кстати, можно хорошо прийти. Ну, как тут много лимит здесь оставлено. Дропщик полетел в другом направлении. А мультитаск у мейджера издавна очень неплох был на самом деле. Так, что тут танки грузятся. Вниз, сверх дропаются. Меня беспокоит только одно. Лимита здесь маловато у мейджера боевого. В данный момент будет ли он атаковать дальше. Видит масса реваджеров. Сейчас нужно ли идти вперед. Стимпак, пошли реваджеры. Так, Микос прямо по... Ё-моё, сплит нулевый. Но инфестры все отдаются вообще. Танки все тоже, правда, отдались у тирана. Без танков печаль. Правда, 2 факты из 2 факторей танки строятся. Так что можно еще подраться. Нужно улетать. Мариков простимпачить можно было бы. Сейчас дропщик прилетает. Готов прекрасно к дропу Хьян. Нужно залетать на хайграунд. Так, содропнулся. На хайграунд дропается. Королева успеет забрать мейджера. Королеву не успеет. Идеально сейчас засадился под последний выстрел. Блин, вот у корейцев такого нет. Ну, надо внимание проявлять. У тебя на последний выстрел ты засаживайся. Пусть у них хотя бы умерли там снизу в бою, блин. Нет. Ой-ой-ой, и здесь на мейкос попал. Только мейджера я похвалил маленько. Начинается то, что стоит ожидать, когда против корейца играет. Не кореец. Ну, мейджер все-таки не европеец, он как-то мексиканец. Как-то так. Здесь засадил идеально минус 10 лимит, а без битвы на мейкозе в центре наотдавался. И все равно одних мариков строят. Закажи ты хоть пару мародеров. Нет, одни марики, одни марики. Причем фугасы вот против этого микса-то эффективны, на самом деле. Такая тема. Немножечко ФП от мейджера. Скажу. 37 запарило эту температуру. Так, разводят здесь на стимпаке мейджера оппонента на микозы. Как бы сам себя он не развел, как в прошлый раз. Пошел вперед Кьян. Фронт. Хороший врывок. Но танки дэмэдж гигантский. Наносят марики, сплитятся. Часть мариков с мейна подбегает. Фу, так. Фаер-боллы кидаются. Танков все меньше и меньше. Но мейджер очень неплохо разменивается. По лимиту уже даже ровная ситуация. Фаер-боллы падают хорошо. Так, нужно забирать все. Марики выходят. Вот танки фаер-боллы кидаются идеально. Со стороны Кьяна на три танка попадают. Вот сейчас вот танки повез мейджер. Вообще бы замечательно было бы. Но в итоге разменялся неплохо. По лимиту даже был впереди. Но после этого случилась вот эта цифра. Вы видите сами. Девять таких пацанов с бивнями жесткими заказаны. И лимит это 200 зерга сразу ставит. Плюс 68 лингов к ним. То есть очень такой интересный микс линга ультралов будет. Грейды, правда, на них не максимальный. Но 3-3 у мейджера тоже не успеют доделаться. Это факт. Мародеров у гасов нет. Мейджер забыл. В принципе, он и мародеров-то почти не строит. Не считает он это в тыком кем-то серьезным. Скан на центре. Лингов много. Есть и реводеров несколько штучек. Это зависит от того, как сейчас ультралиски очень многое будет врываться. Сразу, не сразу. Сразу же пошел Кьян вперед. Мейджер отступает. Танки стоят на чистом поле. На открытой местности. На третью базу врыв. КСМки непонятно, что делают. Они на муве пытаются уйти, но не через минерал вог. И отдаются ГГ 1-1. Третью игру ждем. Третью игру ждем. Ну что, в этот раз интерфейс сменен уже. Да. В этот раз все будет нормально. Присоединяюсь к игре. Присоединяюсь к игре. Продолжение следует... 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 Присылай, пиши адрес псковским бандитам. На почту относи. Если принимать не будут, скажи сейчас всех. Положу мордой в пол, за калашом схожу. В машину. Ладно, уже долго стримлю, что-то подустал я реально. Ну, бывает. Так, не показал я вам самого главного-то сейчас. На кип-бете есть ставочки. Так, поднялись мы на Хьяне против Пака. Я думаю, что Хьян вообще есть здесь против Пака. Кто хочет успеть, можете успевать. Поперло. Ну что, еще там пару секунд, наверное, будут ставки приниматься. Помните, что я вас просил проголосовать на Гудгейме за игру года. Вот, ребят, и мне нет возможности сейчас ее показать. Игры быстро идут. Но голосуйте. Там много прикольных игр. Мне понравилась вторая. Она уже лидирует, кстати говоря, даже в играх года. Но вы сами... Опа! Клауд Кингдом у нас карта. Вот это да, как давно я ее не видел. И как я ее любил. В воле, я думаю, многие ее любили. Хорошая карта такая. Ну, прикольный турнир, что карты здесь такие. Следующий игровой день. Он, кстати, по-моему, 26-го числа будет. Там наши будут играть. По-моему, Стрэндж будет. Может, Вирдос будет. Точно не уверен я. Усыр Димхак, короче, игру будет. Так. Прилончик отменяется. Пак его заказывал. А, погодите. А почему бы я пак смы... Не понял. Я вас дезинформировал, ребят. Я вас реально дезинформировал. Игра нифига не... Блин, а я запилил на другую. На эту-то тоже можно было. Но здесь я не знаю, кто победит реально. Потому что мейджор и пак, они как бы близки по уровню, как мне кажется. Но пак фаворит, наверное, чисто потому, что может протас, я не знаю. Историю их матчей. Просто по-другому у меня было в расписании там всё. Короче, Хьян против пака будет потом, насколько я понимаю. Клауд Киндом у нас сегодня. Ну что, передробчик от Хьяна. Тьфу, от Хьяна от мейджора, конечно же. В стиле хэпи, кстати говоря. Шесть мариков Минка. Ну, куда будет дробь, пока непонятно. Кстати, вот сюда дропнуться. Или вообще между баз... Ё-моё, здесь Мазеркору столько лететь. Между базами рассекающий дробь. Минку куда-нибудь сюда копаем. А Мариками здесь тусуемся, чтобы Мазеркор принимать, например. Как вариант. Но пока ничего вообще не происходит. Минка закопана. Минка выкапывается, летит всё вперёд. Шесть Мариков плюс... Ну вот, неужели как-нибудь пооригинальней, блин, не полететь? Прямо через адептов летит, кстати. Адепты могли не увидеть. Адепты на Палеве сейчас назад возвращаются. К нам самолёт летит. Там, походу, что-то нехорошее. И действительно, хорошего тут мало. Так, бункер заказан. Смысл какой. Сейчас уверчаж будет выставлен. Рассекающий дробь получает. Здесь пилонов настроил уже. Пак сейчас против мейджора. Два гиллиончика есть. Минка на рампе копается. Нужно врываться. Так, уверчаж на пилон поставим. Вот этот отменять пилон, и всё в порядке будет. Адепты, кстати, не обязательно могут пешком ходить. Они ведь могут ещё и зайти с помощью своих иллюзий. Здесь гиллиона две штучки приезжают. Начинается харас. Заходит мейджор за пилон. Гиллионы пока не пытаются харасить. Пилончик достроился. Здесь залп по кому-то был. Минка какого-то юнит подрезала. Что это был за юнит, я даже не заметил. Сейчас посмотрим. Пробка это была. Пробка это фигня. Адептов лёгкая броня, поэтому гиллионы по ним бонусами. Кстати, у адептов лёгкая броня. То есть гасты получается вообще идеальная. Контра адептам. Они и снайпер-шотом, как они живые по ним могут стрелять, они и дэмэдж бонусом наносят. Я просто не был уверен, но я предполагал, что у них лёгкая. Пользователь Ра-1 бау активировал премиум на ваш канал. Либератор прилетает от мейджора. Пака здесь проблема на второй базе. Он просто не может её физически добывать. У него больше рабочих. У мейджора однобазовая какая-то просто тема сейчас. Заказ на щиты Мариком первым грейдом. Выдвигает всё вперёд. Ещё один либератор летит сюда. Пробки строятся. Ну а дальше-то что? Да не выбить здесь либератор. Где-то там прёшь. Выбить он захотел. Я его хрен выбежу. Ну что, Марики, наверное, тоже вперёд сейчас пойдут. Иммортал строится. Призма строится. Блин, делается. Так, решил сразу на сторон пак. Видите, грамотно зашёл сейчас. Ой-ой, но Минка сейчас не согласна просто с происходящим была. Минус... Минус сталкер. Марики и Либератора вдвоём прикрывают. Великолепный контроль от мейджора. Потери совсем не в пользу сейчас процесса. Спасибо, Рейнбук, за премиум. Всем спасибо. Всё, Либератор улетает. Улетает Медивак. Минка есть. Ой, как Минка сейчас жахнуть может по рабочим. Сконтролил бы ещё мейджор. Вообще бы красавцем был. Сконтролилась сама Минка. Ну, четыре. Апсирир весит рядом, но Минку не видит. И Пак вообще не замечает, что у него Минка есть. Ну, это... Это даже не Евро. Это чисто американский сервер. Так, копается Минка. Иммортал забрал призму. Красавчик, сконтролил хорошо. Здесь Минка до тех пор живая. Либератор живой. Сталкеры куда полетели? Прямо под Либератора. Хитро-то как, а прям? О! По призме залп. Либератор всё разбирает. Сам себя сейчас Пак переконтролил. Мейдер просто опустил, по-моему, сейчас оппонент своего. Он на этом пятачке выиграл игру. Он выиграл игру реально на этом пятачке. Посмотрите, на потери. 2300 на 925. Просто жесть какая-то. Даже и больше игре здесь ничего. Мейн здесь безопасности относительной. Блинк уже готов, как я понимаю. Или нет? Да, готов. Блинк, надо Блинком убить просто Либератора. Они-то что боятся-то Пак? Так, под Блинк. Либератор минус. Медивак смог уйти. Но здесь уже Маликов идёт миллиард. Что-то со стимпаком очень долго втыкал, правда. Кстати, а вот если... Вот я такому вопросу... Фарфар поддержал ваш канал на сумму 600 рублей ровно. Фарфар. Спасибо, Фюрфюр. Тебе большое. Если Либератор разложен, и вот его рейндж-атаки на камнях, можно им камни атаковать или нет? Мне вот что-то такой вопрос возник сейчас. Если есть шаристые тираны здесь, отпишите, пожалуйста, по этому поводу. Так, пытается Пак прогнать, но 84-67. Похоже, что Мейджор собирается затащить. И по коэффициентам-то он нифига не поварит долго. Танк ближе ещё подходит. Маленький вперёд был бы стимпак. Уже БГГ было, но стимпака нет. А, камни это здание. Куда 20 ключиков-то пропало? Фюрфюр. Кто-то украл, что ли? Недрожелатели. Как так? 20 ключиков. 1600. Для меня 1200. Ну что, тут Мейджор Пак в итоге не выпустил всего базы. Это, посмотрите, потери. Потери просто гигантские. Всё, сейчас будет стимпак готов. Причём, это одна базовая тема, что самое интересное. Лист с паком? Ё-моё! Можно в саппорт написать и последние 20. Мне кажется, могут вернуть попросить. На самом деле, что это не дело нифига. Саппорт, собак, Гудгейм.ру. Я не знаю. Хочу, я попозже попрошу. Мне просто... Просто мне сейчас некогда так комментирую. 1.0 Мейджор. Просто красавчик. Просто красавчик. Просто щелкунчик. Ну, это так сами в песне говорилось. Ну, это так. Да, наверное. Короче, спасибо за поддержку тебе. Феверфилерфильм, спасибо. Ты шутница по ходу дела. Про 20 ключей. Обламываешь Обламываешь Пацанов Ну да ладно Эксперты, экономисты прибежали Что ли опять Придется разгонять С лизоточивым газом в чатике Что ли Или водометами Так 1-0 мейджер ведет Вторая игра мейджер против пака Но пак я думаю еще слова не сказал Вот эта карта Вот эта карта уже лотовская Какахометами Не надо только разгонять Жесткой кипишкой у них в чатике Ребят, вот результаты Они здесь оперативно обновляются Система турнира Можете посмотреть Все очень четко Как то так Улучшение Готов Завершено Смерть на пороге Смерть на пороге Смерть на пороге Смерть на пороге Эй, Сэм готов Продолжение следует... Прилетает рипер, пробочку минусует у нас одну мейтер. Мазеркор со второй базы выходит, элегант на риперу вернулся от пилона, повезло ему сейчас очень сильно. Адепт на хвосте, но рипер уходит, все в порядке, рипер ушел. Да в принципе ничего страшного, если бы он был уничтожен для тирана, нету, он все там увидел, что ему нужно на данный момент. Плюс в этот раз он играет более экономический билл с ТЦ, ну а пак третий нексу ставит, не стесняясь вообще ничего. Но это совсем беспредел какой-то. Ну тирана поздний, стимпак в любом случае будет. Он сейчас будет карасить и третий нексу навряд получится отменить. Напомню, что это предпоследняя Бо-3, ведет мейджер 1-0, последняя будет пак против Кьяна. Так, КСМ-ка минус, убивает пак сейчас КСМ-ку. Здесь тоже еще не до конца все понятно, естественно, потому что я думаю, что пак тоже может на самом деле неплохую игру продемонстрировать. Ну, мейджер, конечно, в первую игре на Клаунтинге просто развалил оппоненту Клам. Первым грейдом делается блинку в Ротце, добавляются гейты. Так, сколько их добавляет? Так, робо. Три добавляется. Еще у меня не выделялись одним кликом. А, что один дальше был. Пять гейтовок будет в итоге. Здесь у нас выход идет циклон плюс марики. Кстати, пилон всего один. Циклончиком нужно сзади зайти, чтобы пилон зафокусить. Фокусить пилон. Заходит циклон. Фокусить пилон. Рифма просто такая. Заходит циклон. Пилон не фокусить. Сталкеры его минусуют просто сейчас. Что это был за врыв такой, я просто не понял, если честно. Чего хотел здесь мейджер доказать? Он что, думал, юнитов нет, когда третий некс стоит. Ну, два сталкера есть. Этого достаточно, чтобы циклона принять. По-моему, проще было пилон вот это зафокусить вместе с мариками. И обудить рейндж циклона. В итоге зайти на хайграунд и пытаться захватить пилоны. Там, мазеркур, еще что-нибудь. Ну, не стал мейджер заморачиваться диском. Он решил, что отдам-ка я нахрен его. Две лабы, стимпак, щиты нас ждут сейчас. И третья ццшка уже готова. И две инженерки уже готовы. 400-400 сейчас мейджеру нужно потратить, чтобы заказать все грейды, для которых у него есть дания. 300-300 он потратил. Все, 400-400 потрачено. Вот они. По 100-100 каждый грейд. Раскладывается либератор. Одну пробку всего лишь минуснул. А вторая где погибла, вторая хз где погибла. Можно вот здесь вот разложить еще раз его. Да он так. Так, сталкер приманил. Блин, они втроем достают. Одного минуснет всего лишь мейджер. Есть блинк, причем можно было отблинкнуться даже, кстати, игре паку. Пак есть контратакой, как на стулкерах пытается. Ну, Марик одного забрал. Получил демиджи с тулкерами серьезно. Бункера нет. Вот это плохо, потому что так бы по бункеру стрелял. Проц его вычинить было бы проще. А так он забирает юнитов, каждый по 50 минералов. Если это Марик, например. На бункере что там, на починку 50 минералов. Там какого есть, как восстановлено будет. Пак в лоб решил мейджера убить. По-моему, у него это уже получилось. Да, здесь юнитов вообще не остается. И призма есть. 1-1 изи для пака. Сейчас вторая игра была. Ничего тут у мейджера не получилось. Первую игру мейджера пустил. Вторую пак мейджера. Призма на мэне. Довар пошел. Хороший контроль. Призму от минки уворачивается пак. Очень хороший контроль. АПМ 311. ПГ пишет мейджер. Я бы сказал, практически безупречно сыграл здесь пак. Так, что-то на гудгейме. Гудгейм то падает, то поднимается. Поэтому сильно много не обновляйтесь. Гудгейм то падает. Продолжение следует... 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 лутал. Стоит он под решетку, смотрит, как там интересно, что там за трубы такие, может механик этим сантехником стать. Так и перекинулся. Проц в итоге не пошел сюда. Так, здесь танки есть, био на хай-граунде стоит, реактора пока нет. Мару там, я говорю, некоторых игр нету там. Разложена призма. Ну да, там с призмой в шестой игре напряженный очень момент, согласен. Пак контролит, Мариков минусует, депошка горит. Эвакуацию нужно проводить. Не, приехала КСМ-ка, но вычинить. Получилось, кстати, вычинить. Нет, все-таки дофокусил потом в итоге. Турельщикой здесь вижен дает. Обсервер отогнал сейчас у нас мейджор. Пака больше лимита. Адептам там скорость атаки делается. Адепты пытаются ворваться. Не просто это сделать. Два из них наполучали залпов от танков. Танки нужно ближе переводить. Так, прогоня... Вот были бы фугасы... Вот почему грейд за 50-50 выгоден? Вот были бы фугасы, одного бы двух сталкеров точно бы подрезал бы сейчас. И уже бы грейд сразу окупился. Нет, не делают грейд. В итоге сталкеры ушли на халяву, конечно. Чего им не уйти-то? Фугасов-то нету. Так, медиваки нужно отвезти. Молодец, мейджор медиваки отвел. Получил дэмэджа. Пак. Ничего не убил. Обсервер сбивается. Понимает мейджор, что здесь что-то стоит. Дает вижен. В этот раз хотя бы он живет. Рабочих хоть и меньше, но боевого лимита больше. Общий примерно равен лимит. Вторая инженерка добавляется. Какая-то поздняя вторая. Ну, нужно плюс два, конечно, заказывать. Угроз готов. Вармор заказан второй. Атака еще первая не готова. Она не бустится, потому что, по ходу дела, да? Хотя армор тоже не бустится. Ну, не бустить грейды на такой стадии для... А, хотя Твайлайт там бустился. Вот сейчас грейды начал бустить пак, но он забывает, потому что у него третий буст еще есть. Можно робот бустить в любом случае. То есть это, как обычно, недоконтроль тупо. Многие сейчас так делают просто, даже корейские. Выходит мейджор вперед. 146-156 по лимиту. Четвертый никсус пошел отменять, насколько я понимаю. А что танки не взял? Зря. Где есть зилки? С чаржем они все уже. Вот мейджор ослепший. Другой тиран увидит, что фугасов нет, закажет. О! В этот раз заметил. Молодец. Скан пошел. Нужно стимпачиться, уходить, что мейджоры делают. На стимпаке сразу труханул тут скан. Просканил. А не просканил, мог бы и не понять, что происходит. Теперь же нужно отступить. Медиваки-то отвезти нужно. Так, отходит мейджор назад. Пак не идет вперед. Здесь либераторы, здесь танки. Ломиться не стоит. Так, какие игры ты имеешь в виду ГГ на игру Года? Вот здесь вот, смотрите, игры. Так, гудгейм падал. Чуть народа уменьшилось количеством. Возвращайтесь назад, просто сильно обновляйтесь. Собирается пак вперед ломиться? Да нет. Опасно очень вперед ломиться. 2-2 в 2-2 грейды. Видел ли я, как медиваки грузятся? Я не уверен. Если не видел, то дроп может сильным получиться. Здесь все три фотонки против трех медиваков дропа. Через пилон прям летит мейджор. Ну откуда он знал, что пилон тупо по центру карты здесь поставлен? Конечно же не знал. Летит вперед. Скан на мейн. Ну сталкеры почти вернулись. Тут как-то печально. Гробщик пошел. Уверчажина пилона стоит. Мазеркор бы надо фокуснуть сейчас. Мейджор Мазеркор фокуснул. Может робок какой-нибудь выбьет, я не знаю, в конце концов. Никто пытается отфокусить. Не очень-то получается у него. Улетает. Хотя нет, здесь есть пространство, где смыкаться. Просто если бы сюда полетел сталкер, могли бы отфокусить, но убивать. Выход пошел под четвертую базу. Медиваков. Две штуки первых вылетают сейчас к этому выходу. Четыре еще строятся. Два старпорта. Нужно брать тоже вперед. 200 лимита на 200 фактически сейчас ситуация. Дробщик. Зачем сейчас использовал свой дробь? Я не понимаю. Мейджор, если он мог немножечко здесь посидеть, и вовремя потом вылететь просто-напросто, когда здесь выход в лоб был бы готов. Ну хотя в лоб, зато он приходит. Пак не ахти-то. Не очень-то прям готов, я вам скажу. Штармы есть. Штармы есть. Да, идут стармовички вперед, но либераторы... Ой, хороший дэмаж. Либераторы выносят фокус. Я не знаю, или был стармовиков. Возможно, фокуснул мейджор стармовиков, но либераторы именно их почему-то выбрали для атаки как цели. Нужно отступить под танки. Танки тут сзади две штучки есть. Прирост не выводит. Здесь какой-то прирост. Подведи ты его сюда. Ё-моё. Прирост гигантский дома стоит. Мейджор просто не успевает это сделать. Вот сейчас выводит. 167, 121, 291 на 299 АПМ у пака. 300 практически. Тоже хороший АПМ. Но пак уже слил все свое преимущество. Он просто развалился вот в этом замесе, неэффективно подравшись. Ну что, мейджор подходит сюда. Атака пошла по приоритету. Псих убьет. Но это перебор уже, чтобы еще на самых опасных юнитов поставить приоритет на самом деле. Так, сзади заходит пак с делками. Но тут были пару танков. Пока они погибали, минки делают залпы. Очень неплохие, я вам скажу, минки делают залпы. Еще ли... Так, либераторы еще прилетают. Залп по имморталам, простите, пошел. Имморталы выживают. Разваливается мейджор, но лимита-то больше у него. Имеет смысл, мне кажется, минки под рабочих подвести, что и делает в итоге мейджор. Минеральную линию заблочил. Здесь пак все прекрасно видит. Идет в контратаку. Есть либератор, есть био. 2-2 грейды есть у мейджора также. Так, призму нужно бы отфокусить сейчас. Пытается мейджор призму отфокусить и отфокусил. Посмотрите, красавчик. Не выпустил циклоном из рейнджа ее. Так, здесь минки в итоге убиваются. Три минки уходят. Какой-то наверх там пошли. Нужно закопать их. Может, у кого стрельнут. А может и не стрельнут. Посмотрим. Ну что же, мейджор сам четвертую ЦЦ-шку занял. Вовсю добывается. Нужно камни пробить, чтобы его прикрывать. 3-3 грейды заказно. Пак делает грелки. Против чего? Против либераторов. А почему нет темписты? Нахрен грелки-то. Грелки с грейдами 0-0-0. Все нули вообще. Просто красота в кавычках. Куда там? Зачем? Ой, ГСМ-ки мимо поперли сейчас. ЦЦ-шки. Это отдача по ходу рабочих? Да. А нет. Или они сюда ехали, к ЦЦ-шке. Я так и не понял, честно. Здесь минки плюс либераторы прилетают на четвертую базу. Блочат добычу. Либераторов 5 штук. Терять не вижу смысла. Штормовички идут. Два штормовика минус. Что-то натупил здесь очень сильно пак. Минки. Минка одна есть. Вторая здесь минка также есть. Пробочка выводит. Пак сориентировался, что нужно поменьше вывести рабочих. Либераторы прячутся, а один погиб. Грелки полетели. А, вот. Ну, кстати, из космоса грелками легко выгонять либераторов этих. Так, у них есть атака одна. Ну, конечно, грелки развалят. Сплэш здесь не канает. По одной только грелки бьют. Минус 4 либератора моментально. Ну, лимита всё равно мейджера больше. Нужно больше медиваков ему добавить сейчас. Здесь с мейна ЦЦ-шку занял, начал добывать. Сто тридцать лимита на шестьдесят четыре. В два раза больше боевой. Е-мое. Куда ещё-то больше. Идти добивать надо. Билов тут марика минуснул и сам отдался. Медиваки сейчас четыре штучки вылетят. Новых нужно брать с собой их обязательно. Там всего два, потому что взял ли их мейджер с собой. Нет, пока не взял. Вот берёт вместе с био. Лимита двести в сто сорок три. Штормы есть. Штормовики. Ой-ой-ой, семь что-то. Архонов сливает. Ну, шторма нужно больше. Гастов так мейджера не добавляет. Полетел какой-то гигантский дроп. В итоге основная армия... А вот мне два медивака взял всё-таки на основную армию. Ну, дробь может хороший получиться. Там ничего нету просто вообще. Можно инфраструктуру всю порубить, там уничтожить. Так, дробь на мейн хороший. Медиваки все четыре разгружаются. Какая интересная игра. В смысле, это голосовалка, что ли, ты имеешь в виду? Если там, то вторая Рок против Ира. Лилбоуф – интересная игра. И там все интересные. Ну, и СОС против Финал Близзхона там тоже интересный. Так, дробь не... Просто, посмотрите, двести в сто пятьдесят мейджер пришёл подраться. Стало сто сорок в сто сорок. Просто пришёл. Отдался. Дробь отдал. Везде всё отдал нахрен. И чё дальше? Дальше отдаём весь лимит на одном немце. Ну, ясно. Минки копаются. Шторм по минкам пошёл. Залп. Минки делают. Раз, два. Залпы хорошие. Здесь отдались. Загружается. Мейджер улетает. Так. Нужно улетать медиваками. Здесь же грелки есть. Куда же ты летишь-то? Ё-моё. Забыл про то, что грелки есть. Ну, бывает. Чё тут скажешь. Пустые медиваки полетели куда-то с этим выходом. Здесь дробь, возможно, на мейн летел. Уже не долетел. Мародёры дропнулись. Кристалкеры минус. 150 пака на 160 мейджеров. Всё-таки мейджера чуть больше. Пак идёт вперёд. А куда он ушёл-то? Базу свою оставил беззащитную просто. Так. Здесь либераторы. Здесь есть чем отбиваться. Грелки перед летят. Здесь мейджер сминает. Всё. В это время выход отменяет. Назад возвращается. Так. Здесь паком берёт. 163. А на 129. Опять пак отдался. Случайно получил... Случайно получил... Точнее, преимущество отыграл. И всё равно отдался. Хм-Хм. Ну что, 62 на 111 По лимиту Будет мейджер отбиваться-то Ну блочит все либераторами, а что со штормом-то делать? Со штормом делать нечего Они кидаются штормы, но либераторы успевают Дэмэдж все-таки вносить Штормов очень много Еще один шторм даже есть, но все равно Юнитов мейджера очень много Он разбирает все здесь паковское Грелки с грейдами нулевыми Абсолютно Ой, минки как Грелкам сейчас попали В тыкву 145.79, похоже мейджер все-таки выиграет Пака Подтягивает 143 на 79 Лимита x2 просто у мейджера Ждем гг от пака Разваливается он хлам и пищит гг Ну и последнее обо-3 На горизонте Какое обо-3 Конечно же бак Против Хьяна Я уже запилил на кипете туда Все свои фантики Я вам показывал Можете пилить Кому интересно Хьяна что-то еще меньше коэффициент Стал по-моему уже Вот Вот это игра Примерно так и есть 1.37 на 2.67 Похожие коэффициенты Ну что, здесь Лихьян Я не знаю Должен быть здесь Похоже да Спасибо за просмотр! Папчи резво начинают, а что за просто-то? Хьяна наверх забыли, алекс затупил элегантно сейчас очень. Выходим из игры конечно же. Жду хост. Выходим из игры. Так, всё, я вернулся. Немножечко отплёкся сейчас. Поэтому ничего и не говорил собственно. Поехали наконец-то все правильно стоят. Пак против Хьёна. Не знаю, Пак проиграл мейджору, я думаю, с Хьёном. Хотя это другой матч-ап. Да и брейк карта, тоже карта старая. Очень, очень интересная. С флешем, с К2. С флешем навряд ли я играл. Я просто не припоминаю такого. На евросервере он редко играл, на турнирах не попадался. Первую карту организаторы выбирают, остальную другие карты проигравшие выбирают. Просто, как я понимаю, здесь. Да и брейк хорошая карта, помню. Мейджор выиграл. Пока посмотрим, как Пак с Хьёном отыграет. Ну что, Нексус первая от Пака. Слышь, да. Пак с Хьёном отыгрывает. Пак с Хьёном отыграет. Углёт. Углёт. Пак с Хьёном. Пак с Хьёном отыграет. Третью хатухен ставит. Так, ну вроде получше стало все, но может еще лагать. Может еще лагать, так что ХЗ, что там. Проблема известна. Там, в общем-то, что-то занимаются ей. Так, здесь линк на патруле. Королевы строятся. Третья ката не готова, но она тоже очень-очень ранее. Мув заказан и продолжает между прочим Кьенгаз собирать. Есть у нас пилончик. Пока нужно застроиться. Два адепта. Дегемонт. Все с яркостью в порядке. Очень даже все ярко на этой карте. Так, адепты вперед. Минус линк сейчас. Нужно заказать еще немножечко линков. Ихьян делает лейер, между прочим. Очень ранний такой. Для трех бас ранее. Если бы это две базы были, то ладно. Так, контроль это сил нагу. Десять лингов заказано. Будем принимать. Он спалил сейчас лейер. Линги прибегают. Простите, пак. Линги прибегают, адептов окружают. Один минус. Второй хочет уйти. Кого-то дропает, я так чувствую. Кого это дропает? Это самого... Самого кого-то там. Не знаю, кого. Все, адептики минус. Дронов погибло один. А, вот это еще что. Обратите внимание, это еще и Нидус оказывается. Это линга королевы в Нидус. Ну, может и прокатит, посмотрим. Гейты еще не открыты у пака. Овер висит. Причем Нидус в мертвую можно зону сделать. Здесь третий Нексус уже пошел. Пак наглеет. Хиончик обманул. Здесь третий-то не раскачано вообще. 26 дронов на 44 пробки. Дальше разведки нет никого. Все, Нидус готов. Все, садится. Он сюда, видите, все. Да, и просто не видит. Очень похоже на 1-0. В пользу Хиона. Так, линга тут около 2-ой бегает. Все, Нидус сейчас будет готов. Точку сбора в него ставим. Королева выходит. Криптумор запиливает сразу же. И он в пак уводит пробок от рук. Ну, елся пробок. Мэнни, кстати, лишился уже. Так, здесь спилки. Минные флинги. Ну, третий Нексус может даже начнет добываться. Ну, здесь просто крипт наверху наплодится. Плетки может сюда перекопать. Тут вообще печаль полна. Сейчас еще и кибернетка упадет. Капилончик готов. К Киену можно даже не лезть и можно рабочих заказать. На самом деле, сейчас все нормально будет. Линги еще в Нидус выходят. На третью базу что-нибудь привел бы. Он не тупил бы сейчас. Вообще замечательно. Гейд падает. Все, сейчас Вижена на хайграунде лишится у нас пробки. Так, оверсирк третий полетел. Можно прямо туда на третью Ниду сейчас запилить. Крипы все больше и больше. Лингов четыре штучки врываются. Пошел Нидус. Куда? Между второй и третьей базой. Здесь один пион, все что есть. Так, линги засаживаются. Ну, так. Попер вот. Линги выпрыгивают. Троллевы выпрыгнут. Пак не понимает, что ему делать. На четвертой базе линги пришли. Здесь Зилок, Уверчаж. Все работает. На третью базу. Троллевы линги сюда врываются. Не понимаю, что боится. Прям сильно так у нас хион заходит. Здесь, кстати, линги неэффективно дерутся. Пака больше лимита. Обратите внимание. Есть гейпи четыре штуки. И сейчас хион так будет неэффективно драться. Он еще и проиграет здесь нужно. А, здесь фризма на мейн была. Простите, ребят, я вообще этого вам не показал. Фризма убивает мейн. Здесь, правда, не лейер был. Обычная хата и пул убивает. Часлингов в итоге не будет. И королев не будет. Нужно пул восстанавливать обязательно. Сейчас. И он отдался. Пак побеждает. Офигеть. Здесь еще провальная ситуация получается. Это я уже, блин, сплю. Ну что, призма очень в тему была. Опять линги в нидус садятся. Еще раз нидус появляется. Сразу же уничтожен имморталом оказался. Третий добывай. Везде все добывай. 72, 47. Да тут уже практически 100% на 1-0 в пользу пака. Хотел, короче, хион побыстрее сыграть. А что-то нифига не вышло у него. И он тут базы ставит какие-то. Еще один нидус пошел. Ну, последние попытки что-то предпринять. Так, здесь пилонов много. Гиты открываются. Нужно построить апсервера. Выбить крип на хайграунде. Вот этот весь. В общем, пак этого не делает. Я не знаю. Есть опция у меня? А нету опса. Проверяет, нет ли нидусов наверху. А нидус не наверху. Нидус снизу ставится. Здесь призма третью базу минусует. 105, 55. Вот тут недолго, совсем недолго осталось хиону жить. Кстати, спайр он ставит. Да какой спайр-то? На какие шиши муталисков строить? Ресурсов нет вообще. Взял, отдал призму пак. Что же спасаешь? Что летал над королевами? Типа они его не собьют. Сбили. Сбили в итоге. Спускается вниз. Здесь у нас нидус есть. Видит пак прекрасно. Нидус минус. Линги уходит. Куда он пойдет? Ну я думаю, что он пойдет вот сюда, на вторую базу. Нидус на хайграунд пошел. Ну тут как бегай, не бегай на самом деле. Против спайра еще кто-то готовится сейчас. Пак он видел его. Вон он строится. Да, он видел спайр. Пойдет добивать мазеркорд. Вот он висит мазеркорд. Хороший вар вовремя делает. Так, и Мортал что-то вылупился, отдался. И ворчашку с антрядей решает зато. И в лоб сейчас убивает. Главный нидус падает. Здесь линги ломятся. Линги отдаются. И Мортал даже выжил. 7 муталисков заказано. 7 муталисков будет пытаться... А, здесь уже 2 феникса. Нет, попытается фенка с 7 муталисками что-то сделать. Но фениксы поставят точку. ГГ он пишет, понимаешь. Ни хрена не катит тут его. Фантастика. Как умудряется хьон такие вещи делать? Это хороший вопрос. Действительно. Пропустил призму. Ну, это нормально, в принципе. Если бы не призма, то беда. Ну, такой мы пул, потому что тут всякие разные карты есть. И воловские, и не воловские. Захожу в игру. Вот. Попустил. Вот. Топ. Всё. 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 пехотцевские короче тут карты есть всякие разные жду начало что-то долго происходит уже устал 9 часов 30 не идет давно я столько не скринял до сих пор как температура 37 сохраняется и тяжело очень интригующая музыка ну карта такая агрессивная у нас у лирена посмотрим я готов ли паку 02 проиграть или все-таки соберется затащит завтра вот рим как по идее начинается не знаю про во сколько он начинается завтра еще и gsl будет помните об этом 15 часов 27 минут в двенадцать тридцать dreamhack начинается фигасе это рано действительно но будем следить за нашими конечно там вердос только у него халявный там первая групповая ко второй до групповой я думаю кончится gsl и будем стримить уже анонсы можно на канале смотреть я не пилю ранних анонсов дашь экзамен придешь там еще весь день будет уйти вот гримхак долго очень и и и и и Продолжение следует... Что за кубок? Есть онлайн-турниры, их можно искать через поиск, через систему поиска. Как рейтинговые игры. Они как рейтинг идут ладдерные, и из трёх оппонентов выиграешь кубок, у тебя будет такой. То есть можно сыграть по приколу. Ну там, если в ладдере посмотришь, увидишь. Шесть лингов строит сейчас Ян. Третья хата только заказана. Сгрызали эти вроде не планируют делать лингов, не так уж много заказано сейчас. Это последняя будет рина сегодня, напомню. Я, конечно, стопану стрим, потому что завтра опять же будет блогающий стрим. Непривычно мне ещё по 9 часов стримить, но сегодня вот такой стрим был. Ну, завтра приходите, дримхак, GSL, будет весело. В любом случае, пробочки бустятся. Здесь у нас что-то тут врывок, либо туда-сюда идут. Завтра за своих можешь будет поболеть на дримхаке. Был альвердос там играть будет. Култи, Титан, не поехали. Култи, там экзамены какие-то. Титан, не знаю чего. Не успел слот, говорят, взять. Я вообще не знаю, тренится ли Титан сейчас в принципе. Так, гейт ставится. Можно и здесь гейт поставить. Тоже проход будет закрыт. Пилончик. Пилончик есть, плюс 2 газа заказывается. Так, у Хьёна Лэйр Роуч Ворон. Опять, на гейме проблемы. На выходных будет дримхак идти, в выходные все. Три дня будет дримхак идти. Будем смотреть его. Может быть и днём что-то будет по стриму, не знаю. Хотя он днём и начинается, как бы. То есть он там очень долгие все дни у него. Единственное, что наша хрень обломалась с официальным стримом. Вот, и придётся опять нестремить. Потом расскажу, какая дримхак будет. Про это сейчас не будем. Чарлик что-то там в окно увидел. Ему очень понравилось. Так, иллюзии пролетают, проверяет всё пак, видит прекрасно. И посмотрите, робо-бейты очень ранние. То есть дестабилизаторы будут ранние. Ну интересно. Он понял, что оппонент его по земле играет без спайеров, без каких-либо. Дестабилизатор может перевернуть. Ну здесь, конечно, Хион на слабой экономике мастится. Сейчас, если бы Хион сейчас запилил газы, например, и спайер заказал, было бы вообще замечательно. Потому что пак не был бы готов тогда к свитчу. И посмотрите, что делает пак сейчас в районе двух часов. Ниндзя Нексус попёр. Даже не на золоте, где обычно ставят, а в другом немножко месте, в таком более неожиданном. Интересное решение, кстати. Я бы сказал, интересное, оригинальное, прямо логичное, грамотное. Ещё один Нексус пытается заказать пак. Хиона, кто видит, нужно убивать лингов всех. Хиона спайер пошёл. Два гидродена, нахер те два-то. Люра одновременно и ещё играет на рейндж, что ли. Не понимаю, зачем. Два именно. Наверное, мисклик всё-таки. Заказан рейндж, но будет плюс один гидроден, ничего страшного. Два старгита строит пак сейчас. Видел Лихьян третий. Да, Нексус третий видит, поэтому будет не знать о том, что Нексус там вдали стоит. Так, дестабилизатор. Ой-ой-ой, как сейчас дестабилизатор дал? Просто дал в голову сейчас Хиону. Это очень жёстко. Смотрю, ты догадливый очень, дружок. Про третий Нексус. Ну вот здесь-то как раз-таки решило то, что карта, когда стримишь, открыта вся. Так, адепты падают. Ну что же, можно, знаете, что делать? У Мазер Кура 200 просто берём пробок, часть телепорт сюда, за 50 телепорт назад сотка ещё остаётся. Профит вообще, по-любому. И эта база бы полноценно добывалась бы сейчас. Но пак не спешит так делать. Пробиваю от тёмка мне, 154-120. Два. Королев очень много в миксе. Фениксы пошли, дестабилизаторов всего два. Ошибка, что не продолжил строить дестабилизаторов пак, мне так кажется. И он-то тут чуть ли не всей армии сюда заходит, но сплит-то хоть какой-нибудь будет. Да, небольшой сплит всё-таки приключился. Дестабилизаторов нужно фокуснуть, чтобы Хион и сделал. Молодец. Дестабилизаторов важно, чтобы фокуснуть. Но в итоге реводжеры отдаются, Роуч тоже отдаётся. У королев есть трансфюзы, линги врываются. Где трансфюзы? Это реводжеров миллиард трансфюзов. Точнее, реводжеров четыре штуки, а трансфюзов миллион. Нужно обязательно это делать, иначе ГГ будет. Слишком Хион как-то на хайграунд ломится. Илона не выдерживает. Королевы пришли, трансфюзов до хрена. Приросты сюда идут. Трансфюзить нужно всё стараться здесь, чтобы вообще потерь не было. Так, пилончики падают немножечко. Реводжерами нужно именно пилоны сейчас пробревать. Не успевает Хион трансфюзить. Вообще, королев потерялся. Королев-то вообще нельзя терять. Но Роуча пришли, 145 на 97. И у этой ГГшечка, процессу даже не единичка не поможет ему. А может быть, она и привела к такому раскладу, чтобы его в лимита мало было. Сильный пюш от Хиона. Идеально бы трансфюзил бы, ещё бы идеальнее. Вообще бы замечательно было. Но и так хватает, насколько мы видим. Так, минус дестабилизатор. Залп хороший, 108, 150. Пак это 60. Проба, кстати говоря. Где нефти 60? На мейнем часть уехала. Ну, кстати, если сейчас выйти вниз на вот этот Нексус. Муталиски. Уже нахрена муталиски-то тут Фениксов. Вот, блин, если Феникс сейчас идеально мутку примет, Пак спустится, закажет Нексус здесь и здесь. Вот эта база может зарешать в итоге. Ну, скорее всего, навряд ли это так получится. Так, отходит Хион назад. Нексус на острове пошёл. Вот это вообще интересно. 10 карапторов ещё заказано. Да тут не карапторы важны больше. Тут важны, на самом деле, важно было пхарю сделать и сделать, я не знаю. Вайпер с бомбами. Соплай-блок у Пака, у Хиона соплай-блока нет. Здесь база ущущения решает, Нексус устанавливается здесь. 40-06, лимита боевого. Карапторы готовы. Что, нужно и лететь, прессовать. Два муталиска. А где? Ах, Йон умудрился потерять всех муток, кроме двух. Бывает, что-то, можно сказать. В итоге какой-то несуразный у него микс. Ни по земле немного, ни по воздуху. Здесь ещё Трехата начинает добываться, четвёртая. Чем нужно телепорт ещё на золото сделать. Либо перевести вообще призмой сюда. Ну, карапторы прилетели, и карапторы могут... Вот что сделать с Нексусом. Они могут его облить своим зелёной хренью. Пак не отменил. Разогрев пошёл. Вообще жёстко, нет. Минус очень быстро. Два муталиска тоже минусует. 17 гидралов, 200 в 120. Нет, ём своё счастье, скорее всего, не упустит. Зря пак остров занимал. Ему нужно вот эту и эту было сразу ставить, я думаю. Тогда бы по воздуху будут не сбрить бы просто-напросто. У гидралисков 17 интересно, будет ли люра. Лимитов под люру нет. Нексус вообще этот добывается. Мне этот Нексус уже просто с УГГ, может, давно было бы писать. Так, рапторы прилетают на мейн. На робы сейчас они свою штуку накастовали очень жёстко. На лом в лоб пошёл. Нет, отменяется на лом в лоб. Три гидралиска передумали так и так. Дестабилизатор их отговорил. На Нексус что-то пахнет спускать. 132-190. И он бегает зад-вперёд, думая, что у него колоссальное преимущество, которое на самом-то деле у него отсутствует. У него оно есть, но оно прям не колоссальное. Вот если с люрой справиться здесь, то вообще замечательно всё будет. Отменяет ли руди стабилизатор. Там гидрала взрывает. Отменяет пакту крип. Карапторы муталиски минус мазок порни. Очень приятно, но одна мутка остаётся здесь. Фениксы тоже не живы. Караптор падает. Нашёл ниндзя нычку. И он понял, что что-то здесь не то, походу, творится. Так, ну там пак уже. Долго, кстати, совсем перебор. Дестабилизатор стреляет. Ну, неплохие взрывы, конечно. Вот сейчас ещё один выстрел. Ещё неплохой выстрел. 130 на 160. Билды очень хорошие от пака пошли. Карапторы возвращаются, поэтому у Фениксов нет возможности поднимать наземных юнитов. Феникс отдаётся, сливается в итоге. Бак делает хорошие залпы ещё дестабилизатором. Ну, всё-таки, и он как бы мясом просто, мясом давит, но всё равно продавливает. Потери даже больше у него по ресурсам. Ничего не поделаешь. 80 на 170 за счёт экономики зарешал, конечно, здесь. И он, карапторы нету, с минус службы жёлт. Разогрев пошёл в жёсткую. Гидралист там дерутся. ТГ подпишет. 1-1 решающая нужна. Ну что ж, ждём кост. 1-1 решающая нужна. 1-1 решающая нужна. Ну всё, последняя точно на сегодня игра. Поехали. И дропает пака. Ну, не без косяка. Чё здесь Чарлик-то ходит? Вынюхивает тут Чарлик ходит, а? Поехали. 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 Продолжение следует... Ну что, начинается игра наконец-таки. 1х1, сумеречные башни, лотовская карта последняя. Пак её, видимо, выбрал. Ну что, 17-й снизу от Хиана Хата, здесь 17-й Нексус. Фу, всё стандартно достаточно. Сразу напомню, что завтра 12.30 GSL. Даже сейчас я, подождите, посмотрю, кто там играет, вам скажу. И DreamHack тоже примерно с этого времени начинается, но там первая стадия вообще халявная, так что я думаю, Вердос Изи её пройдёт. А вот на вторую игру попробуем смотреть. На GSL завтра. Су против Трасса, ЗВП. Ким против Джорни ТВТ. И Дир против Соса, ПВП. Ну, интересно. Сос автра играет. Как Сос в лотов играет, это в любом случае интересно глянуть. Привет, Блэки. Ну и на DreamHack'е Вердос и Блай там есть, будем за них следить. За ними следить. Да, Джорни в лотове как-то посильнее, мне кажется, чем Ходти. Стал играть он и в Ходти. Часто неплохо был, но не топовый прям вообще тиран. Ну что, пул готов. Две королевы заказаны. Третья хата сейчас будет готова. Третья хата до готовности пула без газа. Да нигде я не пропадал уже, как стримлю. Всю неделю стримлю практически. Вторник вечером чуть-чуть постримил, в среду. И в среду начал уже более основательно стримить. Где Титан? Не знаю, не стримит. Может быть, Лада кто тренет, я пока сам не знаю, если честно. Надо выяснять, спрашивать у него. Два газа на второй добавляется. Третий расхищу 27.30 по лимиту. Так, у Пака адепты полетели, иллюзия вперед. Овер палит, адепты палят овера. И третий Нексус на третьей минуте заказан. Третий Нексус на третьей минуте, все логично. Так, а опять одна музыка без звука, что за хрень? Я не понял, как это случайно делается. Может какие-то кнопки жму, что так вот звук вырубается. Я сам чуть не понял. Так, Яндекс Бабл что-то отгнило. Новый Каин, спасибо за премиум. А, насчет ничего не говорит. Так, адептик падает. Проблемы на сайте видны из-за этого. Контрул С. Да нет, не Контрул С на этом интерфейсе точно. А, Контрул С. Вот это точно не С. Да, ты, наверное, про С и писал. 49, 41. Вспомнил я сам, что так. Гиты добавляются. Чарж делается у пака. Очень ранние чаржи 8 гитов продакшней, то есть 9 будет в итоге. Это масса зелки, тупо даже, тупо даже без архонов. Газ только на мэне есть два газа. Все, больше нигде нету. Ну посмотрим, что из этого сверх элегантного, я бы сказал, билда получится. Нужно варфить зелков побольше тогда. Так, на рамку надо зелок, конечно же. Призма полетит. Здесь ни одного овера на пути движения нету. Призма это очень важно сейчас. То есть не будет ожидать Хион. И у него нету роучи. Что самое интересное, этот врыв может проканать. 49, 67 оверсир. Сейчас будет врываться. Вижу варп 7 зелков. Все они бегут вперед на чаржен. С чаржен. Так. Только-только роуч варен Хион ставит. У него юнитов боевых. Ёмо, один лингов, 4 королевы. Не, ребят, это жулики. Это минус Хион, похоже. Зелков становится уже 15, где-то штук 14. Больше, чем лингов. И они очень недовольны тем, что делает зерк. Они заходят и будут разваливать щи. Хотя королевы на рамп очень хорошо сейчас стали. Лингами нужно биться. Красавчик Хион. Реакция достойная корейца. Но хватит ли лингов-то в итоге против этой реакции. Призму минусует. Варпа не было. Просто царь. Как он царский сейчас принимает. А ведь сейчас еще один-один будет готов роучи. Но вот это называется чисто евроамир. Евроамериканский стиль. Как взять и слить просто из почти что ситуации победы. 14 зелков против 10 лингов. Приходит протас и отдается. А знаете почему? Потому что призма вот здесь вот была. И королевы с рампа до нее доставали. Была бы здесь, даже бы эти линги бы не помогли. Но это чисто госу стиль. Ну что. Линги контрзабегания. Делать здесь пилонов достаточно. Ну роучи уже дизелков встречают. Ну тут Хьона заслуга как бы тоже не меньше чем провал пака. Он очень четко понял, он очень четко понял, что ему нужно сделать конкретно, чтобы эту ситуацию безысходности переломить просто. И даже четвертая база у него выжила, что самое интересное. Здесь уже блинг будет готов. Кстати для пака еще и не полный провал, не конец еще пока. Но ломиться на таких технологиях в зилкосталкерах в такой ситуации это фейл. Я думаю, что нужно грейды делать, начинать там дестабилизатор каких-нибудь архонов, хотя бы я не знаю. Будет ли давить Хьон? Да, может быть на люре будет давить. Потому что люркерден запилен. Четвертая база вообще не раскачана, кроме газа. 66 дронов нужно бы десяточку еще вот сюда добавить, чтобы там хоть штук девять на минералах таскал ее там одного в газ. Погодите. Три рабочих на газе, а почему два таскают только? А вот третий ехал издалека, уже написано было. Халтура, е-мое. Бюрократия. Уже зачислили в штат, а никто не работает. Зарплату поди получал рабочий. Идет вперед все от пака. Сталкеры убегают, но зилков-то они подставляют свои же. 148, 191 по лимиту. И он идет с роучами, лингами, гидроя вперед. Здесь у нас интересный нексус на золоте на 12 со стороны пака. Ну как бы ему в лоб сейчас не погибли. Ну, пак на этот вопрос ответа не знает. Он погибает именно в лоб сейчас. Эмот возвращается. Здесь нужно заступить вместе с призмой. Нужны филды. Может быть чудо филдами на рампе получится. Что-то сделаете с оверчажами. Ну, Хьон решил, что нафиг я на рампу лезть не буду. Только с люрой, может быть, я буду лезть на рампу. Подумал Хьон, да? С 9-ю то люрами приятно будет заходить против такого микса, где даже сплэша нету никакого. Там даже оверчажи не спасут, я так полагаю. Еще ручи подтягиваются. 200 лимита. 4 базы в 4. Так, люра копается. Зилки что-то вперед слишком вылупились. Что нужно брать люру. Идти вперед. Ну вот надо пропустить люру вперед. Что Хьон сейчас и делает. Копается прямо на рампе. Начинает она там пилоны минусовать. Талкеры куда-то бринканулись. Сам не понял куда. Зилки минус. Талкеры минус 120 на 200. И все-таки опыт зарешал. ГГ пишет Пак. Вот как-то так. На 9.41. Ну что ж. Казалось бы, да? Казалось бы, все. Пак сейчас убьет. 14 зилков против 10 лингов. Одна ошибка. Хьон очень грамотно соображает, как эту ошибку реализовать. Ну, реализовать не в победу, конечно, но в конкретные действия, которые привели к тому, что игра перевернулась с ног на голову. Просто для Пака. У Хьона и Пака еще есть шанс квалифицироваться, говорит Алекс об этом. Ну, а я что? А я все. Здесь наша полномочия. Все. На сегодня, ребятки, с вами прощаюсь. Завтра приходить в 12.30. Я уже говорил, что будет на GSL, ТВТ, ПВП и ПВС, по-моему. Врать не буду еще раз. Эту запись на Ютубе увидите. Старкрафт первая запись на Ютубе выложена уже. Не забудьте проголосовать за лучшую игру года на Гудгейме. Вот. Еще раз всем за это спасибо, за поддержку. Всем тоже спасибо. До завтра. Дримхак тоже завтра. За наших приходите болеть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок